Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмил и с вами я Артур Индиатулин. Европейские рынки сегодня растут вместе с фьючерсами на американский индекс. Мы видим сегодня позитивную динамику во фьючерсах в США. По европейским рынкам можно видеть, что индексы у нас торгуются в плюсе. Недавний фактор ослабления, который терзал инвесторов на прошлой неделе, это коррекция на рынках суверенного долга. Там была высокая волатильность в процентных ставках. Об этом много говорили. Мы с вами это обсуждали. Собственно, этот фактор у нас отходит на второй план, потому что если мы посмотрим, как сейчас ведет, например, бенчмарк десятилетки, доходность десятилетних казначейских увлекаций в США, видим, да, вот здесь был очень сильный вот такой вот рост. Вот здесь, собственно, такие движения взволновали инвесторов. Потом эта коррекция пошла. Вот здесь был у нас период такой вот стабилизации, некоторого диапазона. Вот здесь, ну, у нас сейчас есть, ну, такие позывы к росту. Ну, в общем, ничего экстраординарного. У нас вот как вот этот потолок пока закрепился на 1,55, да, мы это с вами обсуждали. Потому что там чрезмерный шорт был виден во фьючерсах на трежерис, на остальные банды, на остальных рынках суверенного долга. Ну и, собственно, вот такой вот экстремальный шорт, он побудил инвесторов подумать о том, а стоит ли доходить еще дальше, исследовать новые вершины коротких позиций. Дальше не пошли, мы видим коррекцию, и вот более-менее все устаканилось. Этот фактор отходит на второй план, и фондовые рынки, рисковые активы у нас вновь переключаются. Главными темами торговли там становится у нас первая глобальная экспансия, да, новая фаза подъема глобальной экономики. Второе, это бычий рынок в сырьевых товарах, в нефти, в металлах, в остальном сырье, да, которое также задействовано в экономическом подъеме. Ну и третий момент, это бюджетный импульс в США, который вот сейчас торопится принять до 14 марта, пока вот там действуют стимулы, которые одобрили в декабре. Не хотят вот вот эту социальную помощь развернутую, не хотят преждевременно, чтобы она вот, точнее не хотят, чтобы образовывался, да, вот этот гэп, провал между тем, что кончается старая помощь, а новую еще не приняли. Хотят, чтобы было вот все гладко. Поэтому торопится принимать, много новостных заголовков по этой теме выходит. Рынки, собственно, на это реагируют. Значит, мы видим, да, то, что у нас растет доходность в трейджере здесь, опять есть, как бы, сегодня особенно, да, вот, позывы к росту. Потом, если мы посмотрим, собственно, на немецкие облигации, да, вот, так же видно, не очень видно вот здесь, так же видно, да, вот здесь у нас, что перешли они к росту, тоже вот была коррекция, тоже попытки роста есть. В пятилетках очень сильное движение, так же вот заметно, собственно, опять в бандах есть какие-то там позывы к росту по процентных ставок, да, вот безрисковых. Но, но, нужно иметь в виду, что центральные банки США Европы, они четко дали понять, что, как бы, они будут стоять на своем и не будут сдерживать эту тенденцию. Значит, сегодня у нас, вот, можно видеть, что Европейский центральный банк, Бундесбанк, точнее, да, он у нас, так, вот здесь, да, ЕЦБ у нас считает, что нет необходимости для каких-нибудь решительных действий, решительных мер, чтобы ограничивать доходность в бандах. Вот, собственно, вот эта тенденция роста визирийского стаба, которая у нас есть, сегодня вот ЕЦБ высказался о том, что решительных действий не будут, собственно, чиновники предпринимать, потому что эта тенденция, она их устраивает. Завтра у нас говорит Пауэлл, ожидается, что он примерно то же самое скажет, он подтвердит позицию своих коллег, которые на прошлой неделе также говорили, что, да, есть рост доходности в бандах, но это не является, это не представляет угрозы, на это не нужно реагировать. И на самом деле в этом есть толика правды. Мы с вами говорили, да, то, что у нас доходность вот эта в бандах, доходность бандов, да, она у нас складывается из двух компонентов, значит, вот доходность, номинальная доходность вот облигации, она у нас складывается из двух компонентов, это реальная процентная ставка плюс инфляционные ожидания, это у нас равно, собственно, номинальная процентная ставка. Вот номинальная процентная ставка, это вот у нас этот показатель, он у нас складывается из двух компонентов, реальная процентная ставка и инфляционное ожидание. Значит, до середины февраля, до середины февраля у нас была следующая тенденция, У нас сильно росли инфляционные ожидания. Но середина февраля у нас неожиданно в этой динамике подключается реальная процентная ставка. Она у нас начинает расти. И, собственно, по сути это то, что и преследует центральный банк. Рост реальной процентной ставки. Потому что это отражает, это нам говорит о том, что появился качественный рост в экономике. И растет производительность, поэтому растет реальная процентная ставка. Это растет по сути, точнее реальная процентная ставка. Это будем так говорить, если мы сделали инвестицию, грубо говоря, в каких-то товарах, то через год мы получаем некоторую доходность, мы можем купить новое количество товаров. И получается вот это изменение, насколько больше мы можем товаров купить, именно рост покупательской способности получается на наших положениях. Это как раз таки у нас и есть реальная процентная ставка. Центральные банки стремятся, естественно, чтобы был комфортный высокий уровень реальной процентной ставки, чтобы был ее рост. Вот как раз таки в феврале у нас и произошло это. Мы можем видеть, что вот, примерно, начиная с середины февраля, синяя процентная кривая, она у нас испытала вот здесь подъем. Синяя процентная кривая, это у нас доходность так называемых облигаций, которые защищены от инфляции, TIPS, да, их еще называют. Вот, собственно, реальная процентная ставка по вот этим облигациям, это как раз таки то, о чем мы с вами говорим. Это вот реальная процентная ставка. Сколько вот в товарах, по сути, инвесторы ожидают увеличить свои вложения. И, собственно, мы видим вот здесь, да, то, что с середины февраля у нас произошел вот отскок и перешел в рост вот этот показатель. У нас подключилась реальная процентная ставка и начала вносить весомый вклад в рост номинальных процентных ставок, да, инфляционные ожидания плюс реальная процентная ставка. Это номинальные. Растет реальная процентная ставка, растут и номинальные. Вот здесь у нас подключилась, собственно, реальная процентная ставка. И что мы видим, да, я специально вывел здесь на график цену на золото. Мы видим, что активно как раз-таки началось снижаться и золото. Почему? Потому что у нас эти два актива тесно, не актива, да, доходность и цена на золото, да, два показателя, да, будем так говорить, они у нас очень тесно коррелируют, между ними отрицательная корреляция, когда у нас растет реальная процентная ставка, у нас обычно золото находится под давлением, оно снижается. И вот, собственно, мы видим, да, то, что начался рост реальной процентной ставки, и вот здесь активно начало снижаться золото. Почему? Потому что у нас золото, актив, который не имеет доходности, да, имеет нулевую доходность. И поэтому его привлекательность вложения в золото зависит от того, что предлагается по альтернативным активам, примерно с похожим уровнем риска, какая там есть доходность. И как раз-таки доходность по вот этой облигации, защищенной от инфляции, она, в принципе, представляет собой вот этот альтернативный актив для золота. То есть, по сути, вкладывая золото, инвесторы упускают доходность, которую предлагает вот эта защищенная от инфляции облигация. Также это известно как альтернативные сдержки, упущенная выгода от вложения в альтернативный актив с тем же уровнем риска. Собственно, вот мы видим, что у нас растут вот здесь альтернативные сдержки владения золота, именно чего у нас золото активно снижаться. Собственно, хотя вот мы видим, да, то, что у нас вроде бы реальная ставка вот здесь, да, она подросла. Но, но, если посмотреть, где мы находимся, это минус 0,6%. У нас еще отрицательная реальная доходность, реальная процентная ставка в США. Мы, по сути, сейчас находимся вот здесь на историческом минимуме. Реальная процентная ставка находится в глубоко, да, отрицательной зоне на историческом минимуме. Ей, понятное дело, есть куда расти, есть куда взмывать вверх, ну не взмывать, но, по крайней мере, взбираться как-то наверх от вот этого минимума исторического. И, понятное дело, у нас ожидание вот этой тенденции, которая вот здесь начала зарождаться, она сохраняется. Почему? Потому что считается, что мы в начале, в начальной фазе глобального подъема. Вот есть деловой цикл, есть в нем фаза подъема, мы в начальной фазе. Понятное дело, в среднестрочной перспективе ожидается, что эта тенденция продолжится. И так как мы с вами обсудили, с золотом имеется отрицательная корреляция, у нас золото снижается, просто, процентные ставки, то, на мой взгляд, это должно вот эта тенденция и вот эти ожидания того, что эта тенденция вот здесь продолжится, это должно иметься негативные, отрицательные последствия для золота, по крайней мере, в следующий квартал или два. Поэтому внимательно следим за тем, как у нас изменяется вот этот показатель, что у нас говорят рынки, инвесторы, новости об этом показателье. Если там есть какие-то наметки, да, на то, чтобы продолжить движение наверх, а скорее всего они будут, потому что у нас еще фискальный стимул в США, да, куча всего, да, что как раз таки временно может ускорить рост, реальный рост экономики, что будет отражаться в росте реальных процентных ставок. Это будет накладывать дополнительное давление на золото, инвесторы будут избавляться от золота, потому что его все будет все дороже и дороже и дороже держать, потому что альтернативные сдержки по нему будут расти. Вот, это то, что касается вот по золоту, такое среднесрочное, среднесрочное такое вот рассуждение, да, по поводу золота, что с ним может происходить, почему у нас сейчас активно снижается, фокус, все внимание на альтернативных издержках, на реальные процентные ставки в США. Значит, по европейским индексам, да, я сказал у нас то, что они растут, у нас стокс 600, растет третью сессию подряд, британские активы сегодня также у нас оптимистично очень отреагировали на решение правительства Британии продлить выплаты потерявшим работу в результате локдаунов, опять новые стимулы Великобритании, еще, да, вот везде, 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 постоянно везде возникают какие-то стимулы правительства, пытаются разогнать экономику, естественно, используя заимствования, естественно, используя свои какие-то сбережения, если они у нас есть, и это понятное дело, когда везде, везде стимулирующие какие-то мероприятия производятся, трудно ожидать коррекцию в рисковых активах, у них, по сути, есть подушка безопасности, да. Вот, но поговорим чуть-чуть немножко о отрицательном, о плохом, у нас печальные коррективы в историю с глобальной инфляцией, у нас внесли вчерашние данные по немецкой экономике, во-первых, это у нас были розничные продажи, вот сюда можно обратить внимание, ожидалось 1,3% годовой рост, минус 8,7%, это вот как будто новый локдаун там вели, какой-то просто, ну не знаю, очень сильное падение, месячные вообще на минус 4,5% упали розничные продажи, какой-то вот реально мини-шок произошел там в потреблении, безработица также вот внесла свой вклад в картину, да, у нас тут 9 тысяч прибавилось безработных, стало больше, ожидалось, что количество безработных сократится, в общем, что-то неладное происходит с немецкой экономикой, основная экономика, локомотив роста еврозоны, понятное дело, это накладывает отпечаток на ожидание, накладывает отпечаток на европейские активы, на ожидание инвесторов, что там будет с этими европейскими активами происходить. Но пока, пока там вот общая глобальная вот здесь рефляция, пока что там какой-то отскок какой-то происходит, но по сравнению с Америкой, конечно, перспективы менее, на мой взгляд, радужные, потому что что-то вот с первым кварталом, мне кажется, не очень хорошо будет обстоять дело с немецкой экономикой, но в принципе это вот у нас сегодня Бундесбанк заявил, немецкий ЦБ, да, он ожидает заметное снижение в совокупной экономической активности в Германии в этой четверти, в этом квартале. Вот, вот такие вот у нас есть ожидания по немецкой экономике, понятное дело, ну, это говорит, да, о том, что вот, насколько будут привлекательнее европейские активы, да. По сравнению относительно тех же самых США, Соединенных Штатов, да, если мы сравним, тут еще отголоски рецессии, если не рецессия, да, там или около нулевые темпы роста, в США уже там реальная процентная ставка растет, потребление плюс 5,3% в январе, в общем, мощный там скачок происходит, и вот относительно США, вот мы говорим, да, если мы рассматриваем европейские активы, европейские рынки, акции в том числе, их перспективы, естественно, менее радужные, чем в США, и поэтому темпы роста, естественно, по ним должны быть меньше, и это отразится на курсе евро-доллар. И вот о нем хотелось бы подробнее поговорить. В прошлых обзорах мы говорили с вами о том, что то, что у нас доллар вроде бы отыграл там коррекцию, да, если вы помните, у нас были вот такие вот здесь рассуждения, был даунтренд, коррекция в долларе вверх, затем выход вот здесь из коррекции, вроде бы движение вниз, да, пробой и так далее. Но вот здесь доллар скачал, и сейчас новая тема появляется в обсуждении по динамике доллара на валютном рынке, и как раз таки, я напомню, да, эта тема, эта тема, это вот как раз таки относительно привлекательность американских активов, тем же самых акций, относительно своих оппонентов. По экономике США мы сейчас получаем ряд очень сильных, очень мощных данных, которые указывают на экспансию. Достаточно вот заметить, хотя бы взять, мы еще не дошли до трудовой статистики на этой неделе, которая нас здесь ждет. В общем, не показано это во вторник, можно посмотреть, что у нас было в понедельник, то есть 1 марта. Давайте посмотрим, там у нас вышли данные по США, это у нас был индекс, сейчас, если я найду его, индекс ICM по, вот он, а, да, маркет раз, и затем ICM, индекс производственной активности в США, вот организация называется ICM, вот маркет. И вот здесь мы видим вот такое вот движение, произошел прогноз у нас, данный показатель, данный индекс, то же самое частное агентство, вот маркет также подтвердил, вот небольшое, конечно, увеличение, но что нужно вот заметить, 60,80% пунктов, это такая нормальная, хорошая экспансия в секторе, обычно вот такая, когда вот такие цифры. То есть производственный сектор у нас очень хорошо сейчас, очень хорошее темпо развития активности показывает. Можно еще заметить, вот здесь то, что превзошел у нас прогноз, это у нас компонент, компонент занятости, компонент найма в данном, в данном индексе у нас превзошел прогноз, это уже он говорит, да, о том, что, ну, хорошие можно ожидать по non-farm payrolls, по трудовой статистике цифры, потому что вот есть некоторые показатели, которые вот предвосхищают, да, вот какие-то тенденции, которые могут быть, и это как раз-таки вот компонент найма в этом индексе. В общем, делает хороший рывок у нас, как мы видим, производственный сектор в США, и возвращаясь к нашему разговору о том, что в США у нас сейчас намечается более высокий темп роста, чем у оппонента, возвращаясь к этому обсуждению, у нас есть еще трудовая статистика на этой неделе, это, во-первых, отчет ADP по рынку труда в США, да, вот здесь, нужно будет сегодня обратить на него внимание, какое там будет изменение. Завтра это будет заявка на посадку безработицы, ну и в пятницу, конечно же, non-farm payrolls. Также еще сегодня, на мой взгляд, если будет положительный сюрприз вот здесь и вот здесь, это у нас индекс активности в непроизводственном секторе в сфере услуг США, если у нас будет вот здесь положительный сюрприз, то доллар имеет все шансы продолжить свое укрепление, потому что это еще больше дополнительно появляются у нас аргументы в пользу того, что относительно оппонентов экономический импульс США ускоряется, перспектив в их, в американских активах больше, ожидаемая доходность предлагаемая там должна быть больше, естественно, правильно получается? Собственно, поэтому мы должны ожидать приток, инвестиционный приток в американские активы, что должно выразиться в укреплении курса американской валюты. Это вот будет некоторой такой контрсилой, контрфактором к той силе, к тому моменту, что вот у нас есть фискальные стимулы в США, они будут у нас финансироваться, большая часть будет финансироваться за счет денег казначейства, которые казначейство держит на счетах ФРС на более 1 триллиона долларов, остальное они будут занимать. И вот именно такой механизм финансирования, он должен привести к росту денежного предложения в США, потому что будут изыматься со счетов ФРС средства, да, и будут передаваться домохозяйствам, которые их будут, собственно, тратить, которые будут их вкладывать и так далее. Это повлечет за собой рост денежного предложения, и когда у нас, понятное дело, растет денежное предложение национальной валюты, он должен ослабляться. Но я как бы рассчитывал, что вот в этом русле мы будем дальше мыслить, и поэтому доллар будет снижаться на фоне вот этого фактора, да, мы будем приближаться к одобрению фискальной реформы, и вот доллар из-за ожидания роста денежного предложения, он у нас будет снижаться. Но, но, вот сейчас у нас, еще раз, да, вот понимательно, у нас данные по США продолжают показывать, убеждать нас в том, что там экономический импульс, вот именно сейчас, он выше, он сильнее, чем в той же экономике Евразумии. Поэтому это притягивает инвесторов в американские активы, потому что они относительно той же самой Европы сейчас лучше. Там у нас розничные продажи в Германии плохие, безработица растет, тут у нас рынок труда ревущий, розничные продажи и так далее. Да, вот это нужно иметь в виду, вот этот контрфактор появляется, который вот позволяет сейчас доллару, держит доллар на полову, не дает ему дальше вот снижаться. И вот это непонятное дело, если у нас дальше будут данные гласить, та же самая трудовая статистика, вот эти данные, да, которые мы с вами вот здесь обсудили, да, ADP, компонент найма в непроизводственном секторе, трудовая статистика, если сейчас там сюрпризы позитивные будут, это еще раз нас убедит в том, что привлекательность американских активов должна быть выше, больше, потому что вот за счет экономического импульса. И это как раз таки будет двигать дальнейшим укреплением американской валюты. Вот такой сейчас фактор, да, появляется, будем так говорить, макрофактор, да, который позволяет доллару держаться, не особляться за счет вот ожидания, что будет рост денежного продолжения в США. Вот это вот нужно иметь в виду, поэтому, вот если вкратце еще раз, да, подытожить, вот есть у нас трудовая статистика, есть ряд данных, которые мы обсудили на этой неделе, их релиз, да, будет, сегодня будет. Есть там будет предположительный сюрприз, это вот тактически позволит, на мой взгляд, доллару дальше еще и на школу крепиться. Если там не будет позитивного сюрприза, то, понятное дело, мы будем торговаться где-нибудь здесь. Но если там позитивный сюрприз, какой-то вот недельный, двухнедельный, трехнедельный, вот такой горизонт брать, то там можно увидеть дальнейшую тенденцию к доллару, вот именно к укреплению. Вот это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео, я, конечно же, буду рад их с вами обсудить. Если вам понравилось или не понравилось это видео, вы можете отреагировать, также поставив лайк или дизлайк. Не забудьте подписаться, если вы хотите получать свое временное уведомление о новых обзорах, о новых видео, которые мы для вас готовим. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте просто.